Здравствуйте! Ну, подготовка, в принципе, была похожа на наши предыдущие. Сделали те же самые сборы, были в Кисловодске, провели там сбор УФП, функциональная подготовка. И потом у нас был сбор в Среднегории, в Италии, там уже мы работали над программами, работали со специалистами, с которыми мы привыкли работать, уже знаем, как они преподают, они уже нас знают, то есть такая была хорошая, очень продуктивная работа. Ну и вот последний этап, это, наверное, у нас был в Москве, вот уже непосредственно перед началом сезона, уже доводили все программы до ума, прокаты делали, то есть, ну, в принципе, очень похоже на нашу обычную подготовку. Наташа, я вдруг в Инстаграме, ты в Кисловодске на горы куда-то на высоту лазила? Ну да, у нас там был один выходной, и мы решили съездить. И как? Ну здорово, на самом деле, мне очень понравилось, то есть, такое, красивые виды, и вообще очень здорово было. Ну, кстати, вот, да, я до Эльбруса так и не доехал, но там такие, честно говоря, серьезные нагрузки у нас, особенно непривычно то, что, ну, все равно мы привыкли работать на льду, там у нас больше работа идет на стадионе и в тренажном зале, ну и устаем, и еще после отдыха все равно это тяжело, и вот я, честно говоря, не решился, там еще выезд в 5 утра. Ну, в самом деле, да, выезд в 5 утра был, но для меня это вообще не проблема, вот, а то, что забираться, ну, там на самом деле фуникулеры везде, так что ты там практически не ходишь, да, то есть, в основном, ты поднимаешься на них. Понятно. Про новые программы расскажите, пожалуйста, кто ставил, и как родились те идеи, потому что музыку уже назвали, из кинофильма «Александр Невский» одна будет программа, вот это очень интересно, почему именно такой выбор. На самом деле, сначала, когда только услышали музыку, были некие, ну, сомнения по поводу нее, но все-таки мы решили попробовать поставить программу. Ну, причем сомнения были только у нас с Наташей, а Нина Михайловна была полностью уверена на 200% то, что это сработает, и это вот это то, что нам нужно именно в этом сезоне, сменить образы, открыться по-новому, показать, что мы вот можем что-то еще катать, потому что прошлые сезоны программы были в какой-то степени похожи, и вот в этом сезоне прям абсолютно, то есть, вот настолько разное от любви до ненависти, кажется, один шаг, но образы очень разные. И вот у нас получилось так, что мы когда слушали музыку, ну, мы как бы, ну, так. То есть, отдельно она как бы звучала, ну, как бы не так, что прям вау, а вот когда именно начали ставить программу, тогда поняли, что да, это может получиться что-то интересное, то есть, это для нас, Саши, абсолютно такие новые образы, где мы можем, наверное, в какой-то степени выпустить своих внутренних демонов, и, ну, на самом деле, это, когда уже полностью все вкатается, я думаю, будет очень круто, и, ну, вот, несмотря на то, что мы никогда не катали такие программы, мне она кажется очень близка. Да, она очень, ну, спасибо большое Пете, потому что мы работали, вот, можно сказать, первый раз мы с Наташей ставили у Пети Чернышева программу, и очень классно получилось, то есть, он как-то понял эти образы, рассказал нам свое видение, мы пропустили это через себя, что-то там как-то вместе нашли, какие-то движения, какие-то идеи, и вот уже буквально во время постановки, ну, все равно мы там какие-то части записываем, чтобы со стороны посмотреть, или, ну, просто, чтобы было, как бы, вот эта первоначальная обстановка, и вот уже даже в первые дни мы смотрели и думали, что вот очень классно, когда именно вот эти движения, которые Петя нам придумывал, ставил, и с музыкой, когда соединяется, это очень здорово получается, и это действительно в этом году, я думаю, должно быть очень здорово. Там историческая тема, именно историческую тему, там, патриотическая, собственно, идея, тема вашей программы, музыка понятна из этого фильма, а так в общих чертах, или там в двух словах, а про что ваша будет программа? Ну, мы, наверное, вот в большей степени хотим показать просто битву на льду. Да, это, в принципе, с одной стороны, это все очень здорово получилось, что Александр Невский, и, как бы, я Александр, который приехал с Невы, и, как бы, вот Тевтонские войска, и Наталья, которая... Да, Битва проходила на участковом ландере, это устроение. Да, недалеко от места, где живет Наталья. Все совпало. Это очень круто, все совпало, это действительно крутая история, которая нам интересна, и мы действительно, как будто бы, себя представляем в этих образах. Но, с другой стороны, мы хотим немножко, вот, показать именно, вот, не как обычно показывают в парах, что показывают, там, мужчина и женщина, отношения, да, там, что-то, вот, там, будь это мюзикл, там, какая-то трагедия или любовь, или что-то, а вот у нас такая идея, что это просто вот два война, которые борются, то есть, без каких-либо, там, ну, вот, отношений мужчины и женщины, то есть, вот, просто два война, и вот все, если это соединить, то есть, для нас это прям очень здорово получается. Ну, действительно, новая, да. Да, это очень круто. А вторая программа? Вторая программа, мы ее поставили с Паскуалем Камерленго, тоже мы с ним работали, кстати, в первый раз, очень здорово получилось, мы очень довольны, это, действительно, такой опыт был для нас очень интересный, и она на музыку Игоря Крутого и исполняет, там, основную, вот, часть. Да, Дмитрий Хворостовский. И, ну, вот, к сожалению, мы потеряли вот такого талантливого человека, но хочется, вот, еще раз это услышать, еще раз рассказать людям, то, что вот… То есть, как программа посвящения? Да, что-то такое, и со своей историей. Да, она, как бы, сама вот история программы в том, что молодой человек, он теряет свою возлюбленную и никак не может оправиться от этой утраты, он теряет интерес к жизни, то есть, вообще, ему все не в радость. И как-то вот однажды ему является видение, вот, дух этой девушки, и она пытается снова вдохнуть у него жизнь. И, как бы, в итоге у нее это получается, он снова обретает какую-то радость, желание жить, и она так же, как бы, тихо исчезает, как и появилась. Ну, в любом случае, вот, работать с новым специалистом всегда интересно, потому что он тебе всегда дает чуть-чуть другое, что ты привык. И вот поработать именно с ним, и, причем, мы работали на льду с Игорем Шпильбантом, да, то есть, с его группой, посмотреть, как вообще, что происходит, поработать с ребятами, которые, ну, вот, в этом деле, как бы, профессионалы, и, ну, вот это было здорово, действительно, это очень было классно. И с ним тоже было легко, в принципе, потому что мы где-то, ну, можно сказать, что произвольную за неделю мы бы поставили, это, в принципе, довольно быстро для произвольной программы, учитывая то, что у нас еще ведь правила поменялись, убрали 30 секунд, убрали элемент, и если, допустим, предыдущие годы мы могли сказать, что, ну, вот, мы там здесь отдыхаем, грубо говоря, здесь там у нас такие куски, здесь такие элементы, то здесь это было что-то новое, то есть, мы должны заново были раскрыть программу, понять, где нам что удобно делать, и с ним это все очень легко получилось, и было интересно, как он вообще вот музыку слушает, как слышит ее, то есть, ну, чуть-чуть другая работа, которую вот мы до этого не видели. То есть, это не значит, что вот какая-то хорошая, вот кто-то плохо делает, кто-то хорошо, вот так надо, а так не надо. Просто это чуть-чуть по-другому, и это было интересно. И мне кажется, это тоже немножко открыло для нас что-то новое, и мы будем очень рады, если зрители этого видят, и оценят, и порадуются. Нина Михайловна по окончании Олимпийского сезона говорила о том, что Сочи немножко отойти от фигурного катания, сосредоточиться на работе в центре в Сочи, и, так сказать, будет только помогать своей группе, своим тренерам и так далее. И вопрос, с кем работаете вы? Вот кто непосредственно сейчас работает с вами, чтобы людям было понятно, как это все происходит? Ну, у нас, в принципе, уже в последнее время была собрана действительно очень сильная команда, и причем не просто специалистов, а в принципе команда. Это врачи, массажисты, хореографы, специалисты по тем или иным прыжкам или чему-то еще. И поэтому, я думаю, что Нина Михайловна, во-первых, если она чувствовала, что есть на кого оставить это все, потому что мы в последнее время действительно очень плотно работаем с Владом Жорницким, и можно сказать, что мы как с Наташей встали, мы с ним, наверное, прям все через все элементы, через все прошли. То есть он прекрасно знает, как мы катаемся, как мы делаем элементы. И я думаю, что Нина Михайловна знала это, и ей было спокойно нас оставлять в руках. То есть наконец-то запущено, но будет работать. Да, но и, конечно, ну, как мне кажется, Нина Михайловна любит фигурное катание, но я в этом уверен. И все равно ей тяжело, наверное, полностью это оставить. И она действительно помогает и смотрит. Прижалуется. Да, 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 то есть смотрит, что мы делаем, как мы делаем, дает много советов. Она, может быть, и хочет сама оставить, но с другой стороны, она очень любит фигурное катание. И действительно, мне кажется, не получится, да, не получится. И мы этому очень рады. И последний вопрос. Чем вам запомнится это лето? Ну, наверное, много, конечно, было таких запоминающихся моментов, но вот самый такой основной, наверное, это было на мой день рождения. Во-первых, у меня приехала моя семья, то есть родители, младшая сестра, чтобы отметить его со мной. И еще мой молодой человек сделал мне такой подарок, что когда я пришла на каток, у меня день рождения был в среду, то есть тренировки были, вся раздевалка была полностью в воздушных шариках, то есть весь потолок вот так ими заполнен. И это было очень так неожиданно и приятно. То есть это очень было здорово, там было больше сотни шаров, и прям вообще вся комната была заполнена. Какая ты счастливая, Наташа. Не каждая женщина может рассказать о таком моменте в своей жизни. Так что это очень здорово. Саш, ты что-нибудь припомнишь? Сложно сказать. Путешествия, может быть, еще что-то запомнилось тебе? Мне кажется, знаете, запомнилось как раз путешествие, но не путешествие, а путешествие я, потому что в этом году мы действительно очень активно включились в работу. Мы после олимпийского сезона все-таки действительно отдали все силы. То есть мы, во-первых, прошли очень много соревнований, чтобы заработать тебе рейтинг. То есть это было больше, намного соревнований, чем в обычном сезоне. У нас получилось то, что отдых, ну, был немножко, наверное, больше, даже не в плане того, отдых был стандартный. Две недели у нас. Мы вот нас отпустили, и две недели мы отдыхали, приехали. Но все-таки вот именно интенсивность тренировок после Чемпионата мира, она немножко уменьшилась уже. И вот когда мы начали сезон, и ты такой отдохнувший, с полными силами, и у тебя начинается сбор и кисловодск тоже, там получается Среднегорье 1300 метров, там вот бег, тренажерный зал, это все. Потом мы ездили на постановку распроизвольной программы, там на день примерно заезжали мы в Москву. Да, поехали на постановку, потому что не было возможности это сделать в Москве, допустим. Пускали тоже там своя группа, он не может ее оставить. Обычно, допустим, у нас нет вот этого, вот этой поездки, то есть мы готовимся к сбору в Италии, в Москве тренируемся, уже там программы готовы, дальше едем в Италию. Здесь мы получилось то, что приехали, у нас там было совсем немножко времени, мы поехали в Италию. И у меня оно, наверное, как раз запомнится тем, что я не буду... Ни минуты покоя. Ни минуты покоя, и я, наверное, так мало в Петербург, ни разу не ездил, потому что я очень люблю, ну, как бы, бывать дома, там мои родители, мой брат, и на одни выходные получилось уехать. И вот, наверное, по-настоящему, с одной стороны, здорово, то, что мы проделали такую огромную работу за это лето, потому что, действительно, мы включились прям в полную подготовку. Ну, и вот так тоже бывает, что даже домой к родителям редко получается приехать. У меня еще был один запоминающийся момент. Как раз вот в конце августа я летала на два дня в Анапу, к дедушке на юбилей. То есть тоже так получилось вырваться, прям на выходной. И вот эти вот там полтора дня, которые я провела, ну, мне показалось, как таким тоже небольшим отдыхом. То есть я успела и вот своей бабушке, дедушке повидаться, которых уже куда-два, наверное, не видела. Я успела искупаться в Черном море, сходить в поп-парк. В общем, очень было насыщенно и очень здорово. Ребята, ну, я желаю вам, чтобы ваша, так сказать, не минута покоя продолжалась в хорошем смысле слова, чтобы у вас были хорошие старты, чтобы вы не уставали, чтобы вы добивались своих целей, которые стоят перед собой, самое главное – здоровье. Спасибо большое. Спасибо.